МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Семьбекова. Судоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Смертельный заезд. Уикенд обернулся трагедией для одной из талтгурганских семей. Новая волна. На радиоволне новое имя. Де-факто ФМ. Операция «Елка». На тропу войны с браконьерами по глубокому снегу вышли сотрудники природоохранной структуры. Карантин ужесточили. С 25 декабря по 5 января по всей стране вводится запрет на проведение и организацию зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Об этом заявил министр здравоохранения на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Алексей Цой доложил, распространение коронавирусной инфекции в стране находится на контролируемом уровне. Суточный прирост оболеваемости составляет 0,4%. Он отметил, что в ближайшие месяцы на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения новых очагов коронавируса. В связи с этим глава правительства поручил принять меры по снижению цен на антиковидные лекарства и препараты, принимать все необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки. В то же время по предложению Министерства образования и науки принят ряд решений для обеспечения качественного обучения. С третьей четверти в школах и со второго семестра в ВУЗах и СУЗах предусмотреть комбинированное обучение для выпускных классов и студентов первых курсов колледжей и учреждений высшего образования, а также организовать индивидуальные консультации для школьников в группах не более пяти человек. Согласно данным поручениям, Аким Алматинской области дал поручение усилить работу мониторинговых групп и подготовиться к предстоящим праздникам. Отработайте вот этот алгоритм действий. Где, что, что будете делать. Сейчас дай мониторинговые группы, другие дела. Занимайтесь. Более 130 миллиардов выделено в этом году на закуп медицинских услуг в рамках обязательного медстрахования и гарантированного объема бесплатной медпомощи в Алматинской области. Специалисты утверждают основной принцип внедрения ОСМС снижения расходов населения на здоровье. В этом направлении ведется полномасштабная работа. Так, по итогам уходящего года в пакете медстрахования выросло количество оказанных дорогостоящих услуг, таких как МРТ и КТ. В сравнении с прошлым годом – в два раза. Сам фонд медстрахования позиционирует себя омбудсменом и защитником пациента. Для удобства населения работает канал обратной связи. Это и мобильное приложение «Колдау-24 на 7» и единый контакт-центр фонда «1406». К тому же с начала текущего года центр работает круглосуточно – 365 дней в году. Обращения от жителей нашей области поступают. На сегодня более 400 обращений было. Все обращения у нас в течение двух-трех дней рассматриваются и даются ответы. В каждой медорганизации создана служба внутреннего аудита. То есть они рассматривают каждое обращение. После этого вносятся определенные решения. В случае, если пациент недоволен данным решением, они могут обратиться. И мы в оперативном порядке, то есть в рамках нормативно-правовых актов, рассматриваем и даем ответы. Ушибами, травмами и переломами в предновогодний период гостям и горожанам грозят тротуары. Пешеходы недовольны работой коммунальных служб. В свою очередь, коммунальщики ссылаются на обильные снегопады. Наш корреспондент Кульмира Тимиргалиева выслушала доводы обеих сторон. Я прошелся до 42-го дома. Невозможно идти. Как по намыленному идешь. Снег до конца не чистят. Уберут часть дороги, а как пешеходам ходить, никому и дела нет. Сверху снега под ним лед. Мне 87 лет. И так уже ходить нелегко. Надо же чистить тротуары от снега. На такой дороге легко упасть и серьезно травмироваться. Где спецавтобаза? Где Куркейту? Недовольные качеством работы коммунальных служб Талдыкургана, жители буквально бьют в набат и требуют подойти к снегоочистительным работам со всей ответственностью. На сегодняшний день в городе Талдыкурган работают три подрядные организации по уборке, очистке улиц и пешеходных тротуаров от снега. Это такие компании, как Куркейту Талдыкурган, Талдыкурган благоустройство и ШГС-4. Всю ночь и с раннего утра у нас идет очистка снега как на улицах, так и на пешеходных тротуарах. Снег толком никто не чистит. На дороге и на тротуарах никогда не сыпят песок или соль. Очень скользко. Те организации и учреждения, которые находятся в частной собственности, они должны, обязаны на своей прилегающей территории сами убирать снег, посыпать песком и солью все свои прилегающие территории. То же самое относится и к КСК. Каждое КСК должно у себя во дворе проводить снегоочистительные вот такие работы. На сегодняшний день из областного центра вывезено свыше 5000 кубометров снега. Ежедневно на улицах города работает порядка 80 единиц техники. Однако снег, выпавший прошлой ночью, не убирается даже через день. Сетуют горожане. Хотя аномальными осадками климатическая зона, в которой находится Талдыкурган, не отличается. Гульмира Тимиргалеева, Мируер Кайнышева, Жарик Курманбаев, Телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Берегись огня. Свыше 1300 пожаров зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Огненная стихия забрала жизни 31 человека. В их числе и несовершеннолетних. А совсем недавно, 13 декабря, в селе Шонже у Игурского района в пожаре погибла семья из четырех человек. Статистика устрашает. Для недопущения дальнейшего роста несчастных случаев сотрудники спасательной службы Раймекского района предприняли целый ряд превентивных мер. Самым действенным методом все так же остается подворный обход населения. Бронтмейстеры заглянули в каждый дом и еще раз напомнили элементарные правила безопасности. Ведь, как говорится, повторение – мать учения. Сотрудники ОЧС района проверили исправность печей и дымоходов и раздали памятки на противопожарную тематику. В отопительный сезон произведен обход свыше 1100 домов. Всего в районе имеется 6,5 тысяч домов. Все дома на твердом топливе. Кроме того, у нас есть 157 семей, нуждающихся в социальной помощи. Одни у нас на особом контроле. На сегодняшний день на территории района установлено 614 штук датчиков угарного газа. В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19. Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник Ви» в рамках реализации договоренности между президентами Касымжомартом Тукаевым и Владимиром Путиным, сообщает закон КИЗ. На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин. Массовая вакцинация «Спутник Ви», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители группы риска с хроническими заболеваниями, сказал Аскар Мамин. 681 заболевшие и 9 смерти за сутки. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана, передает радио Азатток. Несмотря на то, что статистика COVID-19 и пневмонии называется объединенной, данные по заболеваемости пневмонией и смертности от нее приводятся отдельно от данных по коронавирусной инфекции. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по стране на сегодня по официальным данным составило 147 236. С начала пандемии умерли 2194 человека. Полицейский Мишемкента задержан подозреваемый в попытке изнасилования пенсионерки в подъезде многоквартирного дома, передает корреспондент Нуркий З. Сотрудники предприняли ряд мер по установлению личности нападавшего. Вчера он был задержан, им оказался местный житель 1985 года рождения. В ходе проведения следственных действий было установлено, что подозреваемый также похитил из кармана потерпевший 8000 тенге. После предъявления обвинений мужчина дал признательные показания. Он помещен в ИВС. Проводится досудебное расследование. Мужчине грозит лишение свободы до 8 лет, заявил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз. Напомним, что попытка изнасилования 70-летней бабушки попала на камеру наблюдения, установленную в подъезде жилого дома. Партия АДАЛ обозначила приоритеты своей деятельности на брифинге, прошедшем на площадке ЖТСУ Медиа. По мнению партийцев, особого внимания требуют вопросы медицины, образования, социальных аспектов, а также всестороннего развития сельской местности и ряда других. В ходе брифинга партия АДАЛ отметила важность диалога между правительством и народом, поскольку именно население осознает всю остроту той или иной проблемы. Напомним, партия выдвинула своих кандидатов на предстоящие выборы в депутаты мажилиса парламента. В ноябре она презентовала проект предвыборной программы, состоящей из пяти ключевых направлений. Достойная жизнь для всех граждан, предпринимательство – основа успешного государства, «Сильные регионы», «Сильная страна» и другие. В ходе прошедшего брифинга члены партии четко обозначили направление своей деятельности и задачи, которым будет уделено особое внимание. Проявлен хороший интерес, были вопросы. Мы здесь провели в формате как бы и брифинга, но вместе с тем мы ознакомились с программой партии по тем направлениям, которые у нас есть. У нас направление пять. В том числе я отвечаю за сельское хозяйство. И моя задача в партии АДАЛ – это я и ранее занимался сельским хозяйством, но теперь это все продолжит системно и уже более сильной командой, как партия АДАЛ. И самое интересное, вы обратили внимание, что в партии АДАЛ среди всех партий самая молодая команда и амбициозная. У нас множество идей по развитию малого и среднего бизнеса, а также сельского хозяйства. Многие люди из этих сверхдеятельностей испытывают финансовые трудности на фоне пандемии. Им нужно помочь. Мы хотим, чтобы некоторые обязательные выплаты для них стали добровольными. В частности, это касается обязательного медицинского страхования. Это позволит облегчить образовавшиеся финансовые трудности. Также 41% населения Казахстана живет в сельской местности. Одной из наших задач является улучшение их уровня жизни, чтобы разница между жизнью в городе и селе уменьшилась. Зарплата государственных служащих тоже заслуживает внимания. Увеличить ее тоже является одной из наших идей для реализации. На одной волне. Впервые в Алматинской области в рамках ярмарки социальных идей реализован уникальный проект, направленный на вовлечение в социальную жизнь людей с особыми потребностями. Его особенностью является не только широкий охват этой категории социума, но и трудоустройство инвалидов. В презентации инклюзивного творческого проекта приняла участие и наша съемочная группа. В списке радиостанций Алматинской области достойное место заняло новое интернет-радио «Де-факто-ФМ». Социальный проект стал идейным началом общественного объединения МИРМ, чтобы помочь людям с особыми потребностями не только выйти из информационного вакуума, но и шагнуть на новый уровень жизни. Наряду с этим приоритетной задачей программы является и трудоустройство молодежи с инвалидностью. Идея вообще создания радио пришла мне после пяти лет, как я поработала с ребятами с инвалидностью. Ставили для себя цель привлечь молодых людей с инвалидностью и студентов, и чтобы молодежь работала с молодежью. Они все у нас в пределе, они заняты. Мы сейчас параллельно проходим обучение, где мои ребята обучаются и дикции, и разговору, и как брать интервью. На сегодняшний день в проекте задействовано 15 молодых людей, 12 из которых имеют инвалидность. Небольшой штат сотрудников состоит из репортеров, радиоведущих, журналистов и менеджеров. К слову, оборудование для студии было приобретено благодаря гранту в 1 миллион тенге. Меня очень заинтересовал этот проект. Я всегда мечтала быть радиоведущей, и благодаря этому проекту я реализовала свою мечту. Я хочу поднимать темы, такие как социальные, жилищные вопросы, чтобы люди с особыми потребностями нашли на них ответы. Ежедневно в прямом эфире каждый желающий сможет обсудить волнующие темы. В основном это вопросы, касающиеся юридической и социальной сфер. В скором времени гостями радио станут и представители различных госорганов. К слову, его аудитория на данный момент уже составляет 5000 человек. На данный момент радио работает в тестовом режиме, но у нас уже практически полностью готова сетка вещания, которая включает в себя пул передач, таких как, например, о спорте передача, по психологии, диалог с психологом. Потом у нас будет социальная передача «Давай поговорим», где наш ведущий будет обсуждать различные вопросы. Дальше мы планируем приглашать с госорганов представителей и обсуждать тоже волнующие наших слушателей вопросы. Инициатива молодых людей открыла новые возможности для людей с особыми потребностями. Отныне они смогут быть на одной волне благодаря радио «Де-факто» ФМ. Для того, чтобы его установить, достаточно несколько кликов. Для скачивания нашего приложения надо открыть Play Market, в поисковую строку вбить «Де-факто» ФМ, нажать на «Поиск», выходит первое приложение «Де-факто» ФМ, и вы его устанавливаете. Нажимаете на кнопку «Установить» и устанавливаете на ваш телефон. Главный атрибут праздника. На центральной площади Талткургана установлена 27-метровая хвойная красавица. В целом, в этом году областной центр будут украшать три высокие искусственные новогодние ели. Помимо центра города, их устанавливают в парке Жастар и на набережной реки Каратал. Работы идут полным ходом. Остались буквально последние штрихи. Впереди украшения других улиц областного центра. Новогодним оформлением города занимается подрядная организация ТО «Карда Плюс». А за оформление елок и прилегающих территорий отвечает ИП «Дизайн Студия Ц». В целом, в этом году на украшения к Новому году областной центр потратит не более 14 миллионов тенге. Стоит отметить, что новогодние ели, а также некоторые малые архитектурные формы были закуплены городом еще в прошлые годы. И в летний период находились на балансе ЖКХ. Впрочем, гостей и жители города ждут и определенные новшества. Одним словом, будет на что посмотреть. В этом году нового изменения от «Звездной туннель» будет. Также есть новые мафы осветительные. От Ахансара до улицы Шевченко по Назарбаеву установлено «Звездная поляна». Очень много новых осветительных мафов. «Звездное небо», которое установлено от улицы Шевченко до Ахансара. Также «Звездное небо» было установлено на самом парке. Также здесь будет установлен звездный туннель. Он будет шириной 4 метра, высотой 4, примерно длиной 10 метров. Он будет светиться разными светлями. Операция «Елка». Сотрудники Государственного лесного фонда усилили охрану хвойных лесов в Алматинской области. А это почти 212 тысяч гектаров семель. Главная причина тому – новогодние праздники. В это время активируются сезонные браконьеры. Кое-кого удалось содержать с поличным. Алексей Цой с подробностями. Мероприятия по усилению охраны деревьев, хвойных пород в Алматинской области перед Новым годом проводятся ежегодно. Эти меры по словам специалистов дают отличный результат. Так, за последние несколько лет число незаконных фактов сократилось практически до нуля. А значит, и нерадивых граждан становится меньше. Пугают потенциальных браконьеров строгие санкции. Теперь, согласно новому законопроекту, штраф за незаконную вырубку деревьев повышается в 5 раз. А если причиненный ущерб превысит 100 МРП, то последует уже уголовная ответственность. Также наказание становится еще строже в предновогодний период. В пользу случаем хочу рассказать всем, что иск по возмещению ущерба от незаконной порубки новогодних елок, она увеличивается на этот период. Именно за декабрь месяц она увеличится до трехкратном размере. Есть некоторые индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием посадочного материала. Тоже они в частной собственности выращивают посадочный материал, елки, хвойных пород. Но они могут реализовать, ну это получается законным. А в государственном лесном фонде это запрещается. Разрешаются только вставные елки и используются ветки от остатков вырубки, сборные елки. Защиты лесов в преддверии Нового года усиливают повсеместно. Проводится патрули обходу территорий. По области установлен 51 контрольный пункт. Здесь сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проверяется весь въезжающий и выезжающий транспорт на предмет незаконной вырубки деревьев. Стоит отметить, что в прошлом году зарегистрировано лишь два факта незаконной вырубки хвойных деревьев. В этом году один факт. Однако, несмотря на снижение случаев охранять лесные массивы от нерадивых граждан, в последние дни декабря ответственные лица будут 24 на 7. Алексей Цоймадибай Бусынов, Телеканал ЖАТСУ. Под градусом. В Алматинской области мужчина, лишенный водительских прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные и полицейские установили машину Volkswagen Golf на 230-м километре автодороги Алматы-Усть-Каменогорск. За рулем находился 31-летний житель Коксусского района. К удивлению полицейских, на заднем сидении в качестве пассажира был 4-месячный бычок. Автомашина ободворена на штрафстоянку. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Установлено, что водитель уже был лишен водительских прав в 2019 году сроком на 3 года. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР в соответствии со статьей 346 части 1 УК РК. Как выяснилось, фигурант, употребив спиртные напитки, решил отвезти к своему брату, проживающему в соседнем селе, 4-месячного бычка. Но по дороге мужчина был задержан полицейскими. Китайские ученые приступили к изучению лунного грунта, который был доставлен на Землю в капсуле беспилотного космического аппарата Чанэ-5. Часть породы была собрана на поверхности Луны, часть на глубине 2 метров. Всего было доставлено около 2 килограммов исследуемого материала. В течение двух лет власти Китая планируют осуществить 11 полетов. В рамках миссии Чанэ-7 и Чанэ-8 планируется изучение возможности строительства научно-исследовательской станции на Луне. Китай стал первой за последние 44 года страной, которая после Советского Союза реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение о регистрации вакцины американской компании Moderna. Ранее аналогичное разрешение получила вакцина компании BioNTech и Pfizer. Обе вакцины созданы на основе технологий работы с матричной РНК. В них не содержится коронавирус. Вместо этого они используют фрагмент генетического кода, который обучает иммунную систему распознавать спайковый белок на поверхности вируса, готовый атаковать, если заражение все же произойдет. К февралю власти США надеются привить около 100 миллионов человек. Биткоин обновил исторический максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась свыше 24 тысяч долларов. Как считают эксперты, на росте цены криптовалюты сказали позитивные новости о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. На долю биткоина приходится примерно более 65% всего глобального рынка криптовалют. Специалисты Морган Стэнли не исключают, что в скором времени биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты. Развитие массового спорта в Алматинской области обретает новый формат. Реализация проекта проходит в рамках послания президента народу Казахстана. Четыре наиболее популярных вида спорта в селах и городах получат широкую поддержку от руководства области. Повсеместно планируется создание федерации спорта по волейболу, футболу, баскетболу и шахматам. В каждом селе будут формироваться команды, для которых предусмотрена возможность бесплатного обучения у тренеров, а также необходимый спортивный инвентарь и даже командная форма. Согласно плану, на 2021 год по развитию массового спорта выбраны четыре вида – футбол, баскетбол, волейбол и шахматы. В предстоящие годы мы намерены развивать и другие виды спорта. Сейчас в области имеется 253 сельских округов. Команды будут формироваться в каждом округе и даже в каждом селе. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин